В доме 1917 года постройки, расположенном на берегу Самарки по адресу Садовая 5, рухнула стена цокольного этажа. Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей около 8 утра. На момент ЧП в здании находились 12 человек. Все они эвакуированы. Пострадавших и погибших нет. Ирина Косачева уехала утром на работу. О том, что стена ее дома обвалилась, узнала из новостей в интернете. Сейчас все, что она хочет, забрать свои вещи. Мне обещали, что попадут там кот и кошка, которых надо куда-то пристраивать. И извините, все, что на мне. Я не собираюсь там жить. Мне есть где жить. Мне не нужен маневренный фонд. Одной из семей предоставили пункт временного размещения. Остальные жители дома предпочли разъехаться по родственникам. В здании администрации Самарского района жители дома встретились с представителями Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки и Департамента управления имуществом Самары. Им рассказали, какие документы нужно собрать, чтобы получить материальную помощь и жилье из маневренного фонда. В течение сегодняшнего дня спасатели обследуют место ЧП, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение здания. В ближайшее время будут установлены подпорки, будут заливаться подушки и будут установлены подпорки. Будет проведена экспертиза, то есть вердиктом этой экспертизы будет возможность или невозможность дальнейшего проживания в этом доме. Пятый дом на Садовой считается многолитерным. Часть дома под литерой А аварийной не признавалась. В здании были проблемы с выгребной ямой, рассказывает Николай, житель соседнего дома. Именно в его огороды посыпались кирпичи рухнувшей стены. Об обрушении по телефону ему сообщили соседи, когда ехал на работу. В мой же огород все упало. Мне позвонили соседи, сказали, что вот так и так грохнулось все. Ну дом, вот вы видите, спустя какое-то время, видите, косится он, потому что здесь они пользовались канализацией интенсивно. И она постоянно подмывала грунт. Но они подмыли не только мой дом, они же и свой подмывали. Вот к чему пришло все. По информации департамента управления имуществом Самары, в доме зарегистрировано 11 человек. Муниципальных квартир там нет. Со слов соседей, квартиры сдавались в аренду. Жители соседнего здания также эвакуировали. В домах 3,5 выключили газ и электричество. Хозяева одни, а живут другие. Раз так, значит, я так думаю, это точно они не родственники другого. Да мы постоянно с ними воевали по поводу того, чтобы они выкачивали свою канализацию. Они ее не выкачивали. Вы просто не представляете, что здесь было зимой. Оно вот тут налить, наверное, вот такая была по пояс. Городские власти помогут жителям собрать документы, чтобы переехать в маневренный фонд. В Самаре ведется и работа по расселению домов, которые признаны аварийными до 2017 года. За два года реализации программы с 2019 по 2020 благоустроенные квартиры получили 300 семей. В 2021 году удалось почти вдвое увеличить темпы переселения. И до конца года еще 330 семей обретут новое и, что немаловажно, безопасное жилье. Мэри Илчан, Мария Левина, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События.